Детектив через объектив Как поймать преступника за 20 минут Отпущенный трофей В Могилевской области действует запрет на ловлю сома Вред за одного особого будет составлять 12 базовых величин За что еще заплатят браконьеры Вот оно какое наше лето 1 июня отмечают Всемирный день защиты детей Можно купаться, веселиться, играть с друзьями Чем порадовали малышей А также выпускные экзамены Потребительский кредит И передвижной музей В Бобруськ прибудет пояс победы Где развернется экспозиция Не спрячешься, не скроешься В Беларуси увеличилось количество раскрытых преступлений С помощью видеокамер Наблюдение имеет и серьезный профилактический эффект Совершить проступок перед объективом решается далеко не каждый Будь то украдены велосипеды с подъезда Или выкопанные из клумбы розы Цену безопасности знает Мария Бересневич Переломный момент для жителей дома Нарокоссовского случился пару лет назад Тогда за одну ночь вандалы повредили сразу 16 машин в нескольких дворах района Почерк преступлений везде одинаковый Вырванные зеркала заднего вида Уже утром детали обнаружили на козырьках подъездов Хулиганов нашли Но на это ушло немало времени И главное нервов Автомобилисты все как один сошлись во мнении С камерами их сон станет гораздо спокойней Теперь под видеонаблюдением весь периметр Вызвали участкового Было все зафиксировано И за день неоднократно вызовы были Поэтому и сложилось такое вот предложение о том Что надо устанавливать В новых микрорайонах даже в подъездах есть И в лифтах Поцарапанные машины, украденный велосипед, выбитые стекла, квартирная кража или выкопанные розы Ежегодно камеры позволяют раскрыть свыше двух тысяч дел К тому же видео и аудиозаписи нередко используются при разрешении конфликтных ситуаций Наблюдение имеет и серьезный профилактический эффект Совершить преступление перед объективом практически вынести себе приговор Лица отчетливо видны на стоп-кадре Анализ видеонаблюдения дает возможность оперативно устанавливать подозреваемых А при совершении краж максимально быстро обнаруживать похищенное В связи с этим хотел бы посоветовать всем жителям города Бобруйска Минимизировать риски совершения различного вида правонарушений Установив камеры видеонаблюдения А здесь на помощь приходит Белтелеком Только в прошлом году компания установила свыше 33 тысяч устройств по всей стране В этом уже в два раза больше Видеоконтроль обеспечивает безопасность как в частном секторе, так и в многоэтажках Что касается последних, доступ к изображениям в режиме онлайн и к записям, которые хранятся на сервере 30 дней, находится у ЖКХ Жильцы могут бесплатно получить логин и пароль для просмотра видео по заявке Сейчас у нас проходит акция на подключение видеоконтроля в частный сектор Это бесплатно И стоимость данной услуги в течение трех месяцев тоже вы не платите ничего А потом 65 копеек в сутки Многоквартирный сектор стоимость вот одного рубля в месяц Наблюдения в многоэтажках могут включить и в коммуналку Такое заявление на днях сделал первый замминистра связи и информатизации Так в несколько кликов можно будет проверить, кто заходил в дом, присмотреть за машинами на стоянке или играющими детьми Доступ к камерам у подъезда планируют предоставить всем жильцам При подключении системы видеоаналитики можно даже проследить, своевременно ли произведена уборка, сделан ремонт или почищен снег Лет пять назад женщину обидели, что его догнали, как человеку, грубо говоря, наказали Наоборот, это будет хорошо сказываться Главное, чтобы люди не жали деньги на эти камеры Потому что мы покупали тоже за свой счет Слаживались всем, ну, пять подъездов и покупали И каждый подъезд по камере Когда молодежь сидит, выпивает, курит, вот это все Они же за собой не убирают, правильно, они пришли, посидели, все, покидали и ушли Как бы надо так, чтобы, ну, как-то был контроль В подъезде, да, у нас есть, мы можем спокойно велосипеды оставить, самокаты То есть мы не переживаем Под наблюдением находящиеся, ну, как бы люди более будут ответственно относиться Когда заходить, будут думать о том, что делают Когда машину повредили ночью, на камере было найдено Машина, которая повредила Сейчас вообще понимают, вот они стоят Сразу все тихо стало, мирно и никаких вопросов Камера, все это очень даже удобно, выгодно и нужно Видеонаблюдение в общественных местах – это мировой опыт В топ-3 стран, которые лидируют по количеству установленных камер Входит Китай, США и Россия В 21 веке устройства стали привычным делом в торговых центрах, школах, ресторанах, больницах На станциях, метро, главных улицах и выездах из города А уровень преступности снизился как минимум наполовину Мария Бересневич, Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Максим Галеонко Бабруйск, 360 Байкерский сезон Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах Перевышение скорости, незаблюдение правил маневрирования и проезд на запрещающий сигнал светофора Это самые частые нарушения Управлять мотоциклами, ходимо в застегнутом шлеме Двигаться с постоянно включенным ближним светом фар Выполнять опасные трюки тоже не стоит Они чреваты серьезными травмами Да и штрафы никто не отменял Госавтоинспекция города Бабруйска просит водителей мототранспорта О неукоснительном соблюдении правил дорожного движения Автовладельцев, в свою очередь, быть внимательными и взаимовежливыми По отношению к водителям мототранспорта и другим участникам дорожного движения С начала года к административной ответственности привлечено 49 водителей мототранспорта Все проступки связаны с нарушением правил дорожного движения Экологический налог, армейские игры, важный диктант В белорусских школах начались выпускные экзамены Какая стоит задача перед абитуриентами Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В школах начались выпускные экзамены Девятиклассникам предстоит написать диктанты по русскому и белорусскому Плюс контрольную по математике Учащиеся одиннадцатых сдают на выбор изложение по одному из государственных языков Английский, историю Белоруссии и математику Некоторые банки Белоруссии начинают постепенно возобновлять Выдачу населению потребительских кредитов Ставка снижена до 19% годовых Она будет действовать по вновь заключаемым договорам для клиентов Которые взяли кредиты на строительство жилья с господдержкой В стране проходит подготовка к международным армейским играм Сейчас выбирают тех, кто представит Беларусь Соревнования в этом году проведут с 15 по 21 августа И будут включать в себя более 30 конкурсов При участии 15 государств От многокилометровых маршей до ведения огня из различных видов оружия В Беларуси может быть введен экологический налог на захоронение отходов потребления Планируемый объем получаемых средств составит около 60 миллионов рублей ежегодно В среднем на одно домовладение, например, двухкомнатную квартиру с тремя жильцами придется порядка 5 рублей Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в нашу страну 10 июня Он будет курсировать по Белжи-Де до 4 июля В этом году маршрут существенно расширен Состав сделает остановки в 17 городах Среди них Могилев, Осиповичи и Бавруйск Посетители ждет уникальное путешествие с полным погружением в события Великой Отечественной Которая создана с использованием современных технологий Взгляд снизу В Бавруйске отметили День защиты детей Праздничные площадки развернулись по всему городу Парк культуры и отдыха установил аттракционную фиксированную стоимость Молодежный дал старт программе, которая будет действовать все лето Вернулась в детство и Карина Угревич Все лучшее детям В этот день всем знакомая фраза приобретает особый смысл 1 июня по праву самый радостный праздник Молодежный парк наполняется звонким смехом и любимыми мелодиями На импровизированной сцене творческие коллективы Всеми любимые хиты звучат как в исполнении опытных артистов, так и маленьких звездочек Здесь же целое море развлечений Аквагрим, футбол на траве, шашки и шахматы Отдельная радость для малышей – милицейские собаки Ребята не только общаются с четвероногими собратьями, но и пробуют себя в роли кинологов Планета лета каждый будний день будет радовать бобручан мастер-классами Спортивными играми и активными конкурсами на открытом воздухе Какие у тебя планы на лето? Повеселиться с друзьями, провести время седьмое и хорошо отдохнуть А за что ты больше всего лета любишь? За тепло, за то, что им надо учиться Можно купаться, веселиться, играть с друзьями На озеро хожу, с друзьями встречаюсь, гуляю По вечерам там рассвет встречаю Пикник делаем иногда Отдых, каникулы, купаться можно, ходить А ты за что любишь? В летние лагеря можно ездить, с родителями куда-то отдыхать На площадке возле центра доп. образования по традиции встречают маленьких гостей и их родителей Крестикинолики, лабиринты, классики, самые любимые детские игры, которые собрали вокруг себя много ребят Мне очень здесь нравится, все организовано, красивые песни, современные, много людей и детей Сегодня праздник очень хороший, шумный и очень веселый Дети показывают танцы, песни Они долго мы этому учились И сегодня первый день лета Здесь же развернулись и площадки от спецслужб Безопасность всегда в приоритете Но особенно летом, когда у ребят появляется много свободного времени Отдых у бабушки на пляже, дома или во дворе Везде стоит быть внимательными и осторожными Чтобы каникулы оставили только счастливые воспоминания Мы завершаем республиканскую акцию «Не оставляйте детей одни» Уже 6 июня стартует другая акция «Каникулы без дыма и огня», которая продлится на протяжении всего большого каникулярного периода Парк культуры и отдыха делает приятный сюрприз Цена на все детские аттракционы всего по 2 рубля Люди выстраиваются в очереди на качели от излюбленных веселых горок до новомодного калипса Здесь же прокат, батуты, сладковатые напитки, игровая программа и даже дискотека для малышей Для тех, кто хочет необычно провести время, работает тир Цена выстрела 40 копеек Самая главная – безопасность Ребят до 10 лет пускают только с родителями Правила просты – целься и стреляй Дом-интернат Васиповичих рад встречать гостей Сотрудники департамента охраны заезжают часто и не с пустыми руками В подарок – сертификат на 900 рублей Эти деньги пойдут на карандаши, фломастеры, цветную бумагу и альбомы для рисования Представить праздник без сказки нельзя Радуга желаний – еще один сюрприз Традиционно департамент охраны Министерства внутренних дел Обеспечивает безопасность в учреждениях образования и общественных местах Но кроме этого обязательно участвуют в подготовке учреждений образования к новому сезону Ребята до 18 – это почти 20% от общей численности населения И каждый пятый воспитывается в многодетной семье Защита прав и интересов юных белорусов – приоритете государственной политики нашей страны Республика занимает 35-е место в рейтинге счастливого детства, куда входит 137 государств И все это не напрасно, ведь улыбки малышей – радость для родителей Карина Гуревич, Максим Кембель, Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 В нерыбный месяц в стране установлен запрет на ловлю сома Это связано с периодом нереста Сейчас важно сохранить популяцию рыбы и создать благоприятные условия для ее размножения Если обитатель пресных водоемов все-таки попался на крючок, его нужно отпустить за нарушение штрафа В случае незаконной добычи данной рыбы вред за одного особи будет составлять 12 базовых величин А также будет влечь администрационную ответственность по части 1 ст. 16.25 Что влечет за собой административный штраф в размере от 10 до 30 базовых величин конфискации оружия добычи рыбы Когда ущерб превышает 3200 рублей, встает вопрос о возбуждении уголовного дела Запрет будет действовать до 1 июля включительно Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели не пропустите Это все и события к этой минуте смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Продолжение следует...